Добро пожаловать в мультик, в эфире вечерний подкаст новостей Sonar Games. Он топ модель по-сонарски, он супер модель Сонария, он многократный чемпион конкурсов моделей, он фотогеничен, он ведет для вас вечерний подкаст новостей с Джефитом. Не переключайтесь. Новости Dragon Adventures. Рейдизайн драконов Соларим и Хоблер. Оба дракона смогут переключаться между своими новыми и старыми моделями, используя продвинутые устаревшие зелья. Точно так же, как сделали с Рокросс, редизайн внедрится в игру, как только Dragon Adventures наберет 450 тысяч лайков. Впереди галактические ивенты, драконы с него, Кибернит и Ксертос. Dragon Adventures версия 2 выходит в эту пятницу. Что ожидается? Улучшенные эффекты огненного дыхания и элементы управления, взмахи, крыльев, шаги и звуки. Драконы производят больше шума, чем когда-либо прежде. Теперь драконы смогут совершать рывки благодаря своей новой механике уклонения. Драконы более отзывчивы в своих движениях при беге и полете. Прыгайте в воздух с новым прыжковым поведением для нелетающих драконов. Объедините его с Ирвком. Улучшенные значки пользовательского интерфейса и элемент управления для мобильных устройств и Xbox. Таймеры в пользовательском интерфейсе, чтобы лучше отражать время восстановления действий вашего дракона. Лучшее управление камерой для полета дракона. Новая система возрождения дракона, когда у вашего дракона заканчивается здоровье. На младенцев и подростков теперь можно надевать аксессуары. Большое качество живых обновлений, того, как драконы взаимодействуют с другими системами. Перезарядка дыхания это самый первый маленький шаг к тому, чтобы добавить больше приключений в Dragon Adventures. Улучшенные, более забавные мобы, с которыми можно сражаться вместе с вашими драконами, с лучшими трофеями, которые на самом деле отражают их сложность. Больше сражений с боссами, большое количество фаз и разнообразная механика боссов, а также улучшенная добыча. Улучшенные гоночные трассы и соревновательная механика, связанная с движением. Веселая, разнообразная и неодномерная PvP, в котором несколько видов драконов жизнеспособны в космосе. Улучшенные миссии с большим количеством способов зарабатывать деньги и получить награды. Новые миры с новым контентом и связанным с ними механиками, похожие на старый фест вулкан и доисторические времена. Ограничивать дыхание становится меньше удержания нажатой левой кнопки мыши. Вы сможете больше знать о том, когда наносить урон вашей цели и где. Это сильно повлияет на обновление мобов, когда она выйдет, а также на обновление босса. Добавление кулдауна в дыхание не усложняет фарм монет. Полоски заполняются достаточно быстро, чтобы для большинства это не было проблемой. Разработчики стремятся работать над выращиванием монет. Переключенческая игра не должна быть скучной. Будущие обновления мобов и боссов, обновления миссии, обновления охоты за яйцами, множество других способов заработать деньги. Разработчики полны идей, которые стали возможными только сейчас, с началом обновлением игры. Чтобы сделать Dragon Adventures еще более авантюрной ролевой игрой по приручению драконов, какой они ее себе представляют. Что новенького в грифонах? На этой неделе разработчики Гриффин Дестани начинают искать способ сделать игру более дружелюбной для более молодых игроков, которые только начинают играть. У них могут возникнуть проблемы с пользователями персонажами и расширенной системой настройки, которые есть в игре. Эта новая система обеспечит мягкий, наложенный скин на вашего грифона, который не перезапишет ваш текущий скин. Это позволит новым игрокам играть за настроенных грифонов и иметь возможность играть в игру, как начинающий уже с настройками грифон. Играть в игру с более прокачанным скином. В будущем, возможно, найдется способ, чтобы все сообщество могло отправить свои скины для начинающих игроков на пробную версию. Вот пример опции быстрого преобразования, которая ожидается. Позже, вероятно, предложат уникальные крылья и хвосты. О, новости по сценарии. Недавно в новостях мы говорили о том, что ожидается существо для переводчика. Вот, концепция его, это Овострарус. Также появится специальная роль разработчика. И для них будет такое существо, Сомния Элиус, его концепция. То есть, получается, вы можете поддержать разработчика, купив существо разработчика за робокса. А также наравне с Ариесом, Сигматоксом, Этеролотусом, Верзой, Овострарусом. Новая Сомния Элиус. Для роли разработчика. На этой неделе собирается добавить два существа миссии. Одно из них секретное, а другое обычное существо миссии. Венуэла будет большой, пятого тира, размер между Умака, Сарадоном и Ебади. Она будет как секретное существо миссии. Это будет второе существо в Кречесов-Сонаре с двумя головами, как у Трутобьевы. Подсказка для этой секретной миссии задействована Летуны. Парукс будет за обычную миссию. Добавлено на этой неделе. Это существо на основе Гепарда будет быстрым тиром вторым. Предназначен для преследования быстроногого Хико. Также разработалась анимация Миджи Суимы. Существо для поддержки тех, кто купит ранний доступ к рекоду Сонаре, который скоро будет. На этом новости вечернего подкаста завершены. Подпишитесь на канал Мультиплеер. Всем удачи и пока-пока. Все, снято, снято. Субтитры сделал DimaTorzok